Тайна смерти Александра Невского. Кто мог отравить великого князя? Смерть великого князя Александра Невского 14 ноября 1263 года до сих пор вызывает многочисленные вопросы. Если говорить о том, что великий князь умер в результате неестественных причин отравления, то можно рассматривать две главные версии – ордынскую и римскую. И та, и другая не лишены противоречий. «Чадо, моя милая, разумеете, яко заеде солнце русской земли!» С такими словами обратился к народу во Владимире митрополит Кирилл. Великий князь умер, приняв схему под именем Алексия в городце Волжском или в городце Мещерском, а похоронили его в Рождественском монастыре во Владимире. Александру Невскому было 42 года. Даже по тем меркам не столь много для политического лидера. Андрей Боголюбский, например, был убит в 63-летнем возрасте, а если бы не убили, то, может быть, правил и еще годы, а то и лет 10. Последняя поездка в Орду. В 60-е годы XIII века в Золотой Орде правил хан Берке 1209-1266, третий сын хана Джучи и внук Чингисхана. Берке правило Ордой 9 лет с 1257 по 1266 годы. Это был умный и дальновидный политик, отметившийся не только войнами, но и созидательной деятельностью. Хан старался развивать в Орде торговлю, строить города. Именно он был первым ордынским ханом, принявшим ислам. Берке проводил особую политику в отношении русских княжеств. Например, именно при Берке появилась православная епархия в столице Золотой Орды Сарая. В то же время у Берке складывались неприязненные отношения с собственным двоюродным братом Ильханом Хулагу, который правил в Улусе, включавшим территорию Ирана. На Кавказе между ордынскими и хулагуидскими войсками начались столкновения. И в 1262 году хан Берке потребовал от великого князя Александра Невского произвести военный набор среди русских людей. Судя по всему, ордынский хан собирался бросить и русских воинов в далеких поход против Хулагу. Кроме того, как раз в 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и ряде других городов русских произошли выступления против ненавистных ордынских сборщиков Дани. Чиновников перебили, что также вызвало резко негативную реакцию хана. Восстания против сборщиков Дани имели место и раньше, но тут Берке решил наказать русское население наборов воинов для отправки на Кавказ, где разворачивались боевые действия с войсками его двоюродного брата Хулагу. В сарай с визитом направился Александр Невский, у которого до этого складывались неплохие отношения с Берке. Великий князь рассчитывал отговорить властителя Золотой Орды от набора русских воинов на войну с Хулагуидами. Но поездка Александра Невского затянулась на целый год. И хотя князю удалось повлиять на хана и заставить его отказаться от своего требования домой, на Русь, Александр Невский возвращался уже больным. Это обстоятельство и позволило выдвинуть версию о том, что солнце земле русской был отравлен в Золотой Орде. Противоречие Ордынской версии Во второй половине XIII века поездка в Золотую Орду часто становилась последней точкой в жизненном пути русских князей. Но Александра Невского в Орде не убили и не казнили, а признаки болезни он почувствовал на обратном пути, когда возвращался домой. У князя Александра Невского отношения с Золотоордынскими ханами складывались непростые, но довольно неплохие. Если сравнивать с отношениями других русских князей, по крайней мере, Александру удалось выстроить достаточно ровную схему взаимодействия Руси и Золотой Орды. В Орде Александр бывал несколько раз и возвращался живым. Так, в 1247 году, после смерти своего отца Ярослава Всеволодовича, Александр Ярославович отправился во Орду, где предстал перед Батуханом Батыем. На фотографии Батухан. Судя по всему, Батый проникся к Александру Невскому симпатией. Он был наслышан о воинских подвигах Александра во время сражений с немецкими рыцарями. Александр подружился с Артаком, сыном хана Батыя. Существует даже версия о том, что Александр с Артак побратались, и тем самым русский князь стал названным сыном Батухана. Про Сартака, кстати, часто пишут о том, что он мог исповедовать христианство, скорее всего, нестарианство, которое было весьма распространено в Центральной Азии в то время. В этом не было ничего удивительного, поскольку для Александра Невского в то время было характерно стремление установить мирные отношения с Золотой Ордой. В отличие от Запада, представленного католическими рыцарскими орденами, базировавшимися в Прибалтике, Золотая Орда никогда не претендовала на изменение религии Руси, да и вообще не стремилась вмешиваться во внутренние дела русских княжеств, ограничиваясь сбором Дани. В любом случае, о благорасположении Батея к Александру свидетельствует тот факт, что хан Золотой Орды отправил Александра в Монголию, в Каракурум, к Кагану Монгольской империи Гуюку. Из далекого странствия Александр вернулся в 1249 году, получив в Каракаруме золотой ярлык на Великое княжение во всей русской земле. Однако реальный центр Руси Владимира Суздальскую землю получил брат Александра Невского Андрей Ярославич. Судя по всему, князя это не устраивало. Картина Александр Невский и его побратим царевич Сартак В 1251 году Александр Невский вновь посещал Золотую Орду в связи с тем, что в Монгольской империи пришел к власти Каган Мунке, бывший союзником хана Бату. По версии историка Татищева, Александр Невский имел встречу с ордынским царевичем Сартаком, во время которой он обвинил своего брата Андрея Ярославича в том, что тот удерживает часть Дании и не отправляет ее в Золотую Орду. В итоге ордынцы направили на Русь карательное войско под командованием царевича Неврюя и темника Алабуги. Неврюева рать перешла к Лязьму под Владимиром и разгромила войско Андрея, после чего тот бежал в Новгород и далее в Швецию. Поход Неврюя на Русь был вторым после вторжения войск Батыя столь масштабным по своим последствиям появлением монгольских орд в русских княжествах. Неврюева рать устроила сильный разгром тех земель, где проходило, уведя во Орду бесчисленное количество людей и скота. Но Александр Невский после изгнания Андрея Ярославича получил и Владимира Суздальскую землю, став реальным властителем Руси. Когда Хан Бату умер, его должен был сменить во главе Золотой Орды старший сын Сартак, но он скончался при странных обстоятельствах по пути из Каракурума в Сарай. Распространена версия о том, что Сартака отравили люди его дяди Берке, который после смерти Сартака стал правителем Золотой Орды. Если это так, то смерть великого князя Александра Невского очень напоминает по своему сценарию смерть Сартака. Сторонники Ордынской версии считают, что Александра Невского могли отравить в Сарае ядом замедленного действия. Но зачем это было нужно хану Берке, который вроде как и не ссорился с Александром? Вполне вероятно, что хан забеспокоился из-за появления на Руси активного и талантливого князя, который мог объединить под своим началом всю русскую землю. Такое объединение явно не входило в планы Берке, и поэтому он и мог распорядиться устранить великого князя. Хан Берке Кроме того, Берке, устранив царевича Сартака, друга Александра Невского, мог стремиться и к тому, чтобы избавиться от великого князя, как от союзника Сартака. Но ведь между смертью Сартака и смертью Александра Невского прошло 7 лет, срок очень внушительный по тем временам. Против Ордынской версии говорит, во-первых, то, что у Александра Невского никогда не было проблем с ордынцами, он поддерживал ровные отношения и с Бату, и с Сартаком, и с Берке. Во-вторых, русские отряды не были направлены на войну с Хулла Гуидами, а значит Берке выполнил просьбу русского князя. Соответственно, если он пошел на выполнение просьбы, значит ему потребовалось бы... не потребовалось бы устранять Александра Невского. Наконец, если Берке решил бы расправиться с князем, то ему не обязательно было применять яд замедленного действия. Закололи бы в самой Орде, да и все, и сошло бы это ордынцам с рук, как и другие многочисленные убийства русских князей. Другое дело, что если Александр Невский был отравлен в Орде, то совершенно не обязательно, что именно Берке отдавал приказ об этом отравлении. Вполне вероятно, что князя могли отравить третьи лица, заинтересованные в его устранении, и все происходило без ведома хана Золотой Орды. Но кто были эти лица, и почему им потребовалось убирать великого князя? Да еще именно во время поездки в Орду, чтобы подозрение пало на Берке, мог ли быть причастен Римский престол? Если кто и имел все основания ненавидеть солнце земли русской, лютой ненавистью, то это был католический запад, в лице как Папы Римского, так и подчиненных ему рыцарских орденов, квази-государств в Прибалтике. С 1243 по 1254 годы Римский престол занимал Папа Иннокентий IV, 1195-1254, который вынашивал планы полного подчинения всех восточных церквей Риму, и в этом плане хотел работать со всеми восточными христианами, греками, сирийцами, коптами, армянами, нестарианами, русскими. Как минимум дважды Папа Иннокентий IV вступал в переписку с Александром Невским. В первом послании Папа предлагал подчиниться римскому престолу, а также действовать совместно с Тевтонским орденом, в случае, если на Русь нападут монголы. Второе послание посвящено идее строительства католического храма в Пскове, а также содержит просьбу о принятии на Руси папского посла архиепископа Прусского. В 1251 году Новгород посетили два кардинала католической церкви. Такая активность римского папы была связана с тем, что на фоне монголо-татарского нашествия на Русь на Западе не теряли надежды на обращение Руси в католическую веру. Папа Римский очень боялся вторжения монгольских орд в Европу и рассчитывал стравить Александра Невского с Золотой Ордой, превратив русского князя в послушное орудие своих интересов. Известно и то, что католики развернули бурную миссионерскую деятельность в самой Золотой Орде, рассчитывая обратить монгольскую элиту в католицизм, но это у них не удалось. Более того, сменевший бату хан Берке принял ислам. Лояльный Золотой Орде Великий Князь представлял собой очень большой раздражающий фактор для римского престола, тем более, что союз с монголами становился и серьезным препятствием для экспансии рыцарских орденов на восток. Папский эмиссар Золотой Орде Плана де Карпини сообщил понтифику о чрезвычайном приближенности князя Александра Невского к ханскому двору. Это обусловливалось очень дружескими отношениями между Александром и сыном Бату Сартаком, но и после смерти Сартака отношения между Александром и Берке складывались неплохие. Во внутренние орденские разборки русский князь не вмешивался, будучи заинтересованным в мирных отношениях с любым орденским правителем. Папское окружение это не устраивало, и в Золотой Орде было представительство Папы Римского, и, соответственно, у папского эмиссара могли быть свои люди и в окружении хана Берке. Они и могли подсыпать Александру Невскому яд. Ведь, по сути, кроме отравления князя, у них и не было иного выхода. Просто убить его они не могли, так как это навлекло бы страшный гнев хана. Есть и еще один нюанс. Римские папы, особенно Орбан IV, сменивший преемника Иннокентия Александра IV, находились во враждебных отношениях с Византией, поэтому папы вынашивали планы союза против Византии с Хулагуидским Улусом в Иране. Как известно, Персия была историческим противником Византийской империи еще со времен Сассанидов, а до этого Парфия воевала с Римской империей, держава Ахименидов с греками, поэтому вполне естественно, что и Хулагуидское государство, возникшее на территории Ирана, сразу же оказалось геополитическим противником Константинополя. Одновременно Хулагуиды были в напряженных отношениях с Золотой Ордой. Несмотря на родственные связи, Хулагу и Берке превратились в злейших врагов, и активность Золотой Орды в борьбе с Хулагуидами могла помешать планам Римского престола натравить Хулагуидов на Константинополь. Требовалось переключить Золотую Орду на Русь, на что и могли рассчитывать противники Александра Невского. Впрочем, версии об отравлении Великого Князя официально не подтверждены. Ни ордынская, ни латинская. Минуло слишком много столетий, чтобы мы могли получить какие-то доскональные сведения о том, что в действительности за события разворачивались в ставке хана Золотой Орды в 1262 году. Спустя три столетия после смерти, в 1549 году, Александр Невский был причислен к лику святых. Он один из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. Навсегда осталось имя Александра Невского и в военной истории нашей страны. Илья Аполлонский специально для военного обозрения. Тайна смерти Александра Невского. Кто мог отравить великого князя?